Жизнь сложная штука, как часто тебе приходилось слышать подобную фразу? Мол, ты что думал, в сказку попал? Но лучше ли сказка, чем реальность? Не может ли она оказаться страшнее? Доброго тебе времени и приятных кошмаров с тобой снова Павел Князич, и мы с тобой погружаемся в потаённые уголки игры Creepy Tale. Уже имеется целых две части. Первая история рассказывается абсолютно без слов, во второй же решили с нами немного покумекать. Рассказать нам и объяснить, что же тут такого происходит. А происходят поистине ужасные вещи. Некое зло поселилось в таинственном лесу. А ведь история начинается, что всего-навсего два мальчонки решили пойти по грибы. Возможно, с них всё и началось. Один из пацанов замечает светящуюся бабочку и следует за ней. После чего одного из них ловит чудовище. Безымянному герою приходится обшарить весь лес, сталкиваясь с различными существами. Как с добрыми, так и не очень. Во второй части немного похожая сюжетная линия, но здесь уже похищают сеструху и батю. Мир Creepy Tale полон загадок и чудес. И самые загадочные это существа, его населяющие. Здесь мы их разбираем от самых плохих до самых добрых. Ведь монстры, которых ты видишь, не появились ни в коем случае в результате очередного похода за грибами. Хотя всё может быть в этой жизни, но мы же здесь в сказке. Ну тогда и тем более, здесь может быть буквально всё. Я же хочу сказать, что эти существа имеют свои прототипы. Ведь сама игруха, разработанная Гриппи Бразерс, состряпана на основе фольклора и сказок братьев Гримм. Поэтому дыра этой гриппи вселенной может оказаться намного глубже, чем ты думаешь. Ну и давай же проникнем в неё и узнаем, насколько она глубокая. Лохматые чудовища. Начнём мы именно с этих красавчиков. Как таковых названий или имён у этих монстров нет. Как в принципе и у остальных. Но всё, что мы про них знаем, это то, что они являются главными жуткими монстрами. Буквально грозой района, который терроризирует данные существа. Именно они и похищают детей. Но делают ли они это своими лапами? Разумеется, нет. Этих монстров даже победить намного легче, чем ты думаешь. Хоть они обладают громадной силой, что аж могут поднять не только человека, но и каменную здоровую плиту, они довольно-таки слабые. Потому что монстры не лохматые, это бабочки, сидящие внутри лохматиков. Выходит так, что это всего лишь чучела под управлением светящихся бабочек. Бабочками же управляют девки в коронах. И вот теперь понятно, кто тут на самом деле гроза района. И именно они ими управляют. Но как мы выясняем из второй части, девки оказываются тоже под контролем. Именно эти короны или же диадемы служат некой антенкой, в которую посылает сигнал «Главная ведьма-бабочка». Поэтому сами монстры по сути своей бесполезны. Но всё было бы легко, если бы не было так сложно. Оказывается, это не просто чучела. Когда-то все эти монстры были свободными. Это доказывает огромный рогатый здоровяк в подвале, находящийся в заложниках у девки. Чудовище вполне живое и здоровое. Оно живое и разумное. В отличие от этих кукол-переростков, которые служат девкам. И выходит так, что не все они злые, а только те, чьи тела уже являются мёртвыми. А значит в них можно вселить бабочку. Бабочки же эти рождаются внутри тела человека. Для этого детей и похищают. Чтобы из одних сделать прислуг, а из других инкубаторы. Внутри тела инкубатора помещают гусеницу, которая сжирает человека изнутри, и рождается бабочка. Кого первым увидит бабочка, тому она и будет служить. В того монстра она и вселится. Тот монстр и будет служить. Тому, кого увидела бабочка. Именно так эта сложная система и работает. Сами же монстры являются аналогом лешего, который в лесу крадёт детей по древним легендам. Именно лешим пугали селян и сваливали буквально все беды на него. Именно этим и объясняли причину без вести пропавших людей в лесу. Отсюда даже появилось такое выражение. Если заблудился в лесу, мол, леший запутал. Или леший не туда завёл. Наверное, от своих бабушек и дедушек ты в деревне мог слышать подобную фразу. Здесь же наши лешие попали в не очень хорошую ситуацию. Возможно, того монстра, которого мы видели в подвале, остался единственным живым. Лесные жители. Со многими мы не контактируем, а просто можем их наблюдать со стороны. Так, например, чёртик, домик которого мы находим в лесу, прячется от нас. Когда ты к нему заходишь, он лезет на второй этаж. Прячется под кроватью, а потом начинает следить за тобой. Что же ты у него делаешь? Он не пытается тебя как-то прогнать. Даже когда ты к нему залезаешь на второй этаж, он всё равно находится под кроватью. Ведь он боится человека. Также этот таинственный ореховый монстр, который прячется на дереве. В его хату мы тоже ворвались без стука. Как, впрочем, и ко всем остальным, мы будем врываться, не спрашивая их разрешения. Тот ореховый монстр к нам особо не очень рад и прячется на дереве. Но если попытаться его подбодрить на дудочке, он бросит в тебя шишку. Если же мы нормально учимся играть на дудочке, он нам за это аплодирует и даёт ключ от его чёрного входа. Через который мы и идём дальше. В лесу также можно встретить таинственных существ, похожих на ёжиков. Ёжик первый, который нам встречается на пути, очень агрессивный. Поэтому, когда мы его тревожим в его же берлоге, он погонится за нами. Но из-за неудачной попытки нас поймать, он сорвётся вниз. И даже если мы снова решим пойти к нему в пещеру, он уже нас не будет пытаться съесть или как-то поцарапать. Он просто будет прятаться. И это только доказывает то, что лесные жители действительно боятся человека. На мальчишку же он пытался напасть только потому, что защищал свой дом. Второго такого же мы видим в клетке, но только с иголками. Третьего мы встречаем в одном из домов во второй части. На привязи. Видимо, для чего-то эти существа понадобились злым девкам. Возможно, они их держат как ручных зверьков, для потехи. А может быть, они нужны для приготовления неких зелий. Которые, допустим, и помогают создать эту волшебную гусеницу. Из которой уже появляется бабочка для управления монстром. Сами же монстры очень маленькие и шустрые, имеют три глаза. И судя по тому, что у некоторых есть иголки, а у других нет, у этих монстров есть несколько видов. Один с иголками, другой без. В этом лесу немало всякой твари, отговорящих животных до страшнющей нечисти. Кстати, о нечисти. По словам местных жителей, в воде живет некая нечистота. А именно вот эти кальмары, которые совсем не против палаками цепутниками, решивших пересечь их водоем. Но они боятся света. Поэтому фонарь против них служит отличным оружием. Колдуны и ведьмы. Отшельники, которые решили оставить мирскую жизнь и переехать жить в лес. И ведь неспроста. Ведьмы, которых мы встречаем здесь, весьма недоброжелательно относятся к обычным людям. В первой части мы встречаем Старушенцию, которая явно может оказаться аналогом нашей Бабы Яги. Той самой бабки, которая живет в избушке на курьих ножках, питается речной водой, мухоморами и маленькими детьми. Во второй части более полный раскрыт образ той самой Бабы Яги, ведь она уже действительно ест детей. Со своим дедом. Мало кто знал, что у Бабы Яги есть еще и дед Яга. Они также собирают травы, варят всяческие отравы. Еще готовят солянку из пойманных детей. В доме, что у первой, что у второй, можно найти книгу со всяческими рецептами. То ли это будет какое-то варево, то ли стрипня из человечины. Этих старых пердунов нам придется убить их же оружием, а именно отравой. Здесь есть также такой персонаж, как библиотекарь. Напоминает Филча из Гарри Поттера. Возможно, сам он тоже является колдуном, и у него в арсенале есть целая библиотека с магическими книгами. Но, скорее всего, это обычный смотритель на службе у девок. Хотя никакой бабочкой или даже короной он не управляется. Он просто ходит. И, видимо, злой колдунья во главе этой всей вакханалии. Просто не нужно избавляться от библиотекаря, если он сам может дать тебе знания, хранящиеся здесь. Возможно, он это делает за определенную плату. Возможно, просто боится колдуньи. Но сам факт есть факт. Есть библиотекарь. Совы. Их можно, конечно, отнести к лесным жителям, но они живут на отдельном острове. И поэтому как-то причислить их к лесным существам я не могу. В отличие от остальных, у них есть свое целое общество, и никто никого не контролирует. Как это происходит в случае с лохматыми монстрами. Они просто имеют свой собственный остров, где укладывают спатеньки заблудившихся путников, мол, предоставляя ночлег в их гостинице, а потом награждают их с помощью волшебной люстры вечным сном. А в это время сама волшебная люстра забирает их молодость и передает совинному предводителю, который вполне не против лично встретить своих гостей. Вот такое вот у нас общество сычей. Они вроде даже не агрессивные. Когда ловят Ларса, они не убивают его, не хватают, а просто вежливо спрашивают. Мальчик, ты заблудился? И провожают его снова спатеньки. Домовые и духи. Теперь перейдем к более положительным персонажам. Про домовых и духов мы мало знаем, хотя они совершенно не против рассказать немного о себе. И что же делают домовые? И они сразу же нам об этом и говорят. Помогают по дому. Но живут они так, чтобы их не заметил хозяин. Ты меня не видел, и я тебя не видел. Здесь они изображаются даже слишком уж добренькими. Такие миленькие маленькие старички, помогающие по хозяйству. В фольклоре и легендах они, конечно, не такие уж и няхи, ведь если ты, гнида, не будешь убираться, домовой тебе откажется помогать, в лучшем случае он просто уйдет, в худшем забросает тебя кастрюлями. Ну, примерно такое описание у домовых. Ой, беда, беда, огорчение. Духи же здесь играют не менее значительную роль. Они также напуганы при виде человека. В первой части они лишь наблюдают за пацаном, но потом, удостоверившись, что с ним все норм, в отличие от безумных бабичья свэшниц с коронами на башках, они ему помогают. Во второй части они с нами, не против даже побеседовать, и настает время охранительных историй. Несмотря на их грозные голоса, они очень даже добрые. Они очень долго существуют в этом мире и много знают. Именно они и рассказывают нам историю колдуньи, и даже направляют нас к волшебнику, который и помогает нам победить эту злую бабищу. Ну, как тебе такая сказка? Какой персонаж в Крипи Тейл тебе понравился больше? Может быть, милый чертик? А может быть, здоровая лохматая махина? Может, старичок домовой? Напиши, пожалуйста, в комментариях. Ну и не забывай подписываться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мой бункер князича во Вконтакте тоже подписывайся, ссылка в описании. Поставь лайк этому видео, поделись ему себя на странице, и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос.